Я вам сейчас расскажу об одном семействе. Я никогда не знала о существовании этой семьи. И по чисто случайности, как говорится, я познакомилась виртуально с этим семейством. Не берусь судить о семейных взаимоотношениях, но, судя по происходящему, можно сказать, что не ахте какая семья. И теперь я показываю фотографии, которые предоставила мне дочь этого семейства. Это родители. Она работала воспитателем детского сада номер 114 Санкт-Петербурга. Он работает учителем физкультуры в школе 321 Санкт-Петербурга. Фамилия их Ивановы. Его зовут Олег, а её я не знаю, потому что дочка не сказала, как её зовут. Теперь что же дальше? Я узнала это всё со слов дочери. Вот она пишет. Тут есть и я. Значит, девочка ходила в детский сад своей мамы. Зовут девочку Эвелина. Вот она, вот эта девочка, вот мама. И тут детишки проходят занятия. Она пишет, тут есть и я. Я была у мамы в группе, когда ходила в детский сад. И девочка мне сообщила, что у мамы была машина. Мама водит машину. Где находится машина моей мамы? Я не знаю. Вот. Значит, вот это территория детского сада. А вот это школа, где работает учителем физкультуры папа, чудик. Школа номер 321. Так. А вот это детский сад номер 114. Что же происходит перед Новым годом, 28 декабря? Родителям не нравится, что воспитательница часто выходит на прогулку и разговаривает с кем-то, а она разговаривала с мамой, потому что мама живет в Белоруссии, и общение у них только по телефону. А поговорить с мамой во время занятия она не может. У нее есть возможность поговорить со своей мамой только во время прогулки. Прогулки на свежем воздухе. Это не могло быть незамеченным, потому что все обозрения с окон хорошие. Все видели, что во время прогулки ее мама, все время мама этой девочки Ивановой, постоянно во время прогулки разговаривает с кем-то. А разговаривала она все время со своей мамой. Вот. И родителям не нравилась эта воспитательница. Коллегам не нравилась эта воспитательница. Многие, возможно, ей завидовали из-за того, что она приезжала на работу на машине, и машина у нее, судя по тому, приличная. Вот. Зависть она людей портит. Коллеги тоже хотели избавиться от этой воспитательницы. Как-то хотели насолить ей. И вот что же произошло. Воспользовавшись тем, что воспитательница разговаривает по телефону, А это видно со всех окон, потому что обозрение огромное. Со всех окошек видно. Вот. Со всех окошек видно все, что происходит. Площадка этой воспитательницы самая последняя. И я уже говорила, что в проем, вот этот проем, между двумя прутями, между стояком и первым прутом с двух сторон, можно худенькому ребенку пролезть. Сняв пальто зимой, можно как-то вылезти. Через забор ребенок перелезть не может. Я работала в детском саду воспитателем. Решетки все стандартные. Высота вот этой решетки, она где-то около двух метров. Так что ребенок через верх никак не мог перелезть. Только сквозь вот эти прутья. Что же произошло? Значит, 28 декабря родители похитили собственного ребенка. И ребенок сквозь прутья ушел за пределы детского сада. Они написали заявление в полицию, что пропал ребенок. И женщина даже не смогла доработать до вечера. Она доработала только до вот этого времени, когда они были на прогулке. А на прогулку они выходят всегда, когда, значит, позавтракают. А на завтрак всегда бывает либо каша молочная, либо каша манная. И кусочек хлеба с чаем. Вот так ребенок после прогулки исчез. Ну, не просто так исчез, родители его выкрали. В чем они потом? Первому адвокату признались родители при беседе, что, да, они сами выкрали своего, похитили своего ребенка. За халатность женщину посадили. Можно сказать, позорно, с позором. Все воспитатели видели. Весь детский сад видел, как воспитательницу полиция забрала. И женщина с 28 числа, вот эта женщина, вот, находилась в СИЗО. Мне пришлось общаться с девочкой, но ребенок попросил помощи, чтобы я помогла этой воспитательнице. Я поняла, что я, прежде чем выпустить первый ролик, я проверила по всем, как говорится, по всей информации Следственного комитета по Санкт-Петербургу, был ли такой случай, было ли такое хищение ребенка, пропадал ли ребенок с территории детского сада. И я сначала решила пообщаться с взрослыми. Дети иногда фантазируют. И я решила, чтобы девочка пригласила на общение папу. И она пригласила папу. И мы начали общаться с папой. Его зовут Олег. И он, да, действительно сообщил о том, что ребенка похитили. Он как раз в тот момент, когда я общалась с девочкой, он разговаривал с родителями. Значит, с 28 числа по 5 января информации родителей не давали о том, что ребенок нашелся. Они утверждали о том, что ребенок пропал. И когда вот этот Олег звонил родителям, они сказали, что вот да, вот они нашли его сами в парке возле леса. А я узнавала информацию о погодных условиях. Значит, в этом году зима суровая. С 28 декабря по настоящее время погода очень плохая. А в Санкт-Петербурге и в районе погода была с мокрым снегом. И с переходом в мокрый снег, да, шел снег. И погода минус 13 была по Санкт-Петербургу и по области. Ребенок мокрый и голодный 9 дней не мог находиться по утверждению родителей, что он якобы находился в этом парке в лесу. Это абсурд. Значит, даже не имея медицинского образования, любой бы сказал, что это вранье. Что я сразу и сказала. Это вранье. Ребенок не сбегал. Ребенок находился дома. И действительно, когда первый адвокат общался с родителями, в процессе беседы они и выложили, что ребенка они сами похитили с территории детского сада, чтобы наказать воспитательницу. Вот такое было наказание. Они выкрали, похитили ребенка с территории детского сада во время прогулки. И женщина, воспитательница, с 28 числа по настоящее время находится в местах заключения. Им не нравилась эта воспитательница. Им не нравилось то, что воспитательница какие-то свои методики проводит. Я не знаю, каждый воспитатель имеет какие-то свои навыки работы, какой-то профессиональный профессиональное чутье, как с каждым ребенком проводить. Но коллектив детского сада тоже был против этой воспитательницы. И они в соцсетях специальный чат, они начали против этой воспитательницы вести грязные разговоры. Потому что мне дал контактный, контактное общение с этой, с одной из родительниц. Я вам сейчас покажу, кто же мне дал это. Я с родительницей разговаривала, сказала, что я нашла этот. Вот дал муж этой воспитательницы. Он дал мне контакт. Родительница зовут Анна. У этой Анны трое детей. Младший ребенок три года, который ходил в группу этой воспитательницы. А двое детей постарше двойняшки, они ходили в группу, где как раз было, произошло это событие, что одного из детей, не этих детей, а ребенка Федорова родители похитили. И все. Я общалась с этой Анной. Я снимала ролик интеллект у этой Анны ниже уровня моря. Она вначале материлась, а потом она выдала всю информацию, кто выкрал ребенка, почему выкрали ребенка, что им не нравилась эта воспитательница, и они решили ее наказать, что она не смотрела за детьми, а каждый день она общалась по телефону. Каждый день она общалась по телефону, а за детьми не смотрела. Дети на площадке дрались, вели себя ну как все дети дерутся иногда, вот, и иногда чем-то недовольны друг другом, кто-то за игрушки дерется, кто-то просто толкает, а это зима, снег на улице, может быть, кто-то в кого-то кидал снежками, но это было, значит, против нее они вели, как говорится, борьбу, начиная еще с осени, когда на улице, на площадке не было снега, и мне, вот, женщина, эта родительница кидала фотографии, что дети на площадке дерутся, а воспитательницы нет, на площадке нет с детьми воспитательницы, а кто фотографии-то сливал, а фотографии сливал, помощница вот этой воспитательницы, нянечка, или как ее там, я не знаю, как ее зовут, думаю, наверное, это Марина Андреевна, вот, и фамилия, наверное, ее не знаю, как, то ли Нестерова, то ли еще как, ну, короче говоря, воспитательница, помощница вот этой нянечка, короче говоря, вместо того, чтобы помогать воспитателю, она сидела в засаде на втором этаже и фотографировала, и сливала все эти фотографии родителям, откуда тогда у родителей фотографии, что происходит в детском саду, что воспитательница все время разговаривает по телефону во время прогулки, короче, вот такая ситуация была в детском саду. В следующем ролике я расскажу продолжение о том, что произошло с этим семейством Ивановых, которое, вот, как говорится, не берусь судить, что в этой семье, какие взаимоотношения, но, судя по тому, что я узнала нехорошие взаимоотношения, вот, она была воспитателем детского сада 114 города Санкт-Петербурга, а он в настоящее время продолжает работать учителем школы номер 321, учителем физкультуры, куда ходит и их дочь, 321 Санкт-Петербурга. Продолжение будет в следующем ролике. Мне просто жалко вот эту девушку, вот эту женщину, которая сидит в настоящее время в местах тюремного заключения. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала под роликом есть расчетный счет. История, я еще раз говорю, непридуманная история, это реальная, которая произошла буквально недавно вот в городе Санкт-Петербурге. фотографии мне кинула в личное сообщение дочь вот этого семейства. Продолжение следует... Продолжение следует...